У нас есть черная книга позора. Те, кто в течение года позорил наш народ. Позорил наш народ и нашу Украину и своими действиями, и своими словами. И не только позорил, но и издевался над народом, принимая антинародные законы. Здесь есть и наши областные лица. Это Бабенко, начальник УВД Днепрестеровской области, который назвал нас пушечным мясом за то, что мы ездили отстаивать свои права в Киев. И здесь есть уже жители Кривого Рога. Это сотрудники ОБЭПа Центрального городского района. Здесь конкретно указаны их фамилии. Стопай, Дмитрий, Иванов, Илья, Левченко, Сергей, которые без направлений, бесправно проверяли предпринимателей, желая набить свои карманы. Здесь есть сотрудница Центрального городского СЭС, которая точно так же, по приказу своего начальства, нарушая закон, пыталась препятствовать законной деятельности предпринимателей. Здесь есть Пашнатян Арсен Рутюнович, который был директором коммунального предприятия КП «Ритуал». И вы все наслышаны о тех бесчинствах, которые творятся на рынке похоронных услуг. И если раньше мы позиционировали эту проблему как проблему предпринимателей, что им не дают работать, то теперь это касается каждого из вас. Почему? Потому что сейчас предприниматели работают, но только сейчас забирают коммунальную собственность. Сейчас КП «Ритуал» сервис банкротят. И все заказы, которые вы, звоня, когда у вас скорбная минута, вы звоните в КП «Ритуал» и думаете, что вас приедет обслуживать коммунальное предприятие, эти заказы передаются в частные структуры этого человека. И все это беззаконие творится, покрывается Вербицким и нашим мэром Вилкулом. А Вилкула мы поместили в черную книгу позора еще и за то, что он игнорирует наши требования, даже просьбы. Скажите, пожалуйста, кто со своей бедой хоть раз попал к Вилкулу на прием? Я знаю людей, которые ездили в обл. администрацию в Днепропетровск, просили, чтобы они оказали давление на мэра и чтобы он принял. Позвонили, они приехали, а их опять турнули. Вот за постоянное игнорирование требований граждан города здесь есть Вилкул. И сюда мы будем помещать конкретно, индивидуально тех чиновников, которые предположили, что их должность – это их лодчина и способ пополнять свои карманы. Поэтому мы призываем вас не бояться. Мы пытаемся жить по правилам, по конституции. Мы с вами единственный источник власти в Украине. И можем осуществлять ее непосредственно всеми разрешенными законными способами. Поэтому не бойтесь, отстаивайте свои права. Я понимаю людей, они устали от борьбы, устали выезжать в Киев, устали выходить на массовые акции. Пожалуйста, табличка «Переучет», повесьте ее на своем рабочем месте. Просто внутреннее согласие с теми, кто не боится, кто еще выходит на акции. И чтобы показать, я против беззакония этой власти. И еще раз, сегодня мы нашим автопробегом объявляем, чиновники, внимание, мы начинаем за вами тотальный контроль. Потому что власть – это я, власть – это вы, а чиновники – наши найманые работники. Продолжение следует...